Зарубежные сериалы Туда выключены и американские и английские сериалы Мой, наверное, хит-парад я бы хотела вообще отнести к периоду каникул На самом деле, большинство из них вышли в 2014 году Какие-то уже сериалы, скажем так, закончились первые сезоны, должны сниматься вторые И один сериал как раз попал на конец 2014-начало 2015 года Начну я, наверное, с сериалов ужасов Вот так вот Пускай будут ужастики, потому что это основной жанр, который мне больше всего нравится Помимо комедии, мистики И в этот раз первое место занимает Penny Deadfall Да, правильно сказала, Deadfall Это страшилки по дешевке, ужасы по дешевке Там просто есть несколько переводов названия Поэтому вы можете, в принципе, бить либо на английском, либо на русском Я оставлю все внизу, конечно, ссылочки сразу же Это сериал, он закончился пока на первом сезоне Должен быть второй сезон Могу сказать так, если вы до этого смотрели сериалы Там были оборотни-вампиры Ну, к примеру, настоящая кровь Дневники-вампиры Там были чисто оборотни-вампиры и куча новой мистики Здесь же есть и оборотень, есть вампиры Есть одерживая тетка Есть Франкенштейн Ну, доктор Франкенштейн и его создания целых два Также есть Дориан Грей Одним словом, там есть просто все Все рассказы, которые все фильмы вы смотрели отдельно Они все есть в совокупности В первом сезоне, который вышел Большая история была направлена на одержимую девушку Тематику вампиров Почему вампиров? Потому что у, скажем так, одного из главных героев, мужчины У него пропала дочь Ее украли вампиры Соответственно, отец пытается спасти свою дочь Одержимая дьяволом, скажем так Мала ее подруга и пытается скупить свои грехи И помочь ему найти ее Ну и параллельно, как бы, они встречают вот оборотня Также у самого Франкенштейна Могу сказать одно Я когда смотрела этот сериал Тема оборотня там не так сильно раскрыта Вот тема Франкенштейна, честно скажу Там было два существа Одно существо было доброе, наивное Ну, как ребенок Второе существо было обозломленное Одинокое, брошенное Наполненное ненавистью и одиночеством И знаете, что первое существо, что второе Мне было так жалко Потому что всему виной тот, кто их создал Соответственно, как вы эту фразу знаете В ответ за тех, кого мы приручили Когда я смотрела, допустим, про невинное существо Мне просто было жалко По итогу его рассказа Скажем так, что с ним случилось А злое существо Мне было просто жалко Из-за того, что Ну, как так можно было поступить Вообще с живым человеком Даже если он не совсем человек Это живое существо Как можно быть настолько, не знаю Безответственным и жестоким По отношению к нему Дориан Грей Единственная фишка Я очень ждала Некий спойлер такой Я очень ждала, когда покажут его портрет К сожалению, не показали его Возможно, его покажут во втором сезоне Вот Дориан Грей, кстати, здесь смазливенький Ничего так По сравнению с фирмом Дориан Портрет Дориана Грея Здесь, кстати, хорошо подобрали тоже актера Мне понравилось И вообще, если вы смотрели Город грехов То Одержимая дамочка Вам очень понравится Второй сериал Это будет уже про вампиров Называется Штан Сериал снят по книге Честно скажу Книгу я вообще не читала Не знала, пока я еще смотрела сериал Узучаю на него комментарии Сериал, он про вампиров Но не про тех, которые мы привыкли видеть Там в униках вампиров Где они милые, красивые Просто там смолдивые мордашки Которые мило кусают Попивают кровь И превращают в себе подобных Нет Это отвратительные Просто бесполые существа С длинным языком Что-то вроде как, знаете У этого червова Вытягивающегося За своих жертвы Которые В момент укуса Он высасывает всю кровь При этом заражая свою добычу Таким неким червем Этот червь Паразит Он моментально размножается И заражает организм человека Превращая его в вампира Соответственно Если убить этого вампира Ему какой-то там Просто дарит их И маленький червячок От него От останков Попадет вам на кожу Пролезет туда Все Вы автоматически Просто труп Сериал Скажу так Мне понравилась Не главный герой Это доктор Скажем так Инфициолог И его напарница Нет Это два персонажа Которые В моем понимании В какое-то время Были просто тюфиками Меня очень задел Армянин Армянин Стрекашка Потому что Он реальный боец Также мне понравился Красолов Это просто вообще Чумовый мужчина Вот Сразу видно Видит вампира Понимая что-то не то Какой-то урод у него несется Он не думает Он просто его убивает Соответственно человек действия Вот И мне понравился Сын Доктора Потому что Маленький мальчик Он более осознанно Мне кажется Он более серьезный Чем его же отец Он как-то более спокойно Подходит ко всему И воспринимает информацию Которая ему подается Еще в этом сериале Будет второй сезон Он выйдет летом 2015 как раз года Знаете Я вам скажу так Честно На протяжении всего сериала В некоторых моментах Мне было реально противно Поэтому не рекомендую Кушать во время сериала Вот И знаете Мне понравилась тема Того что Эти вампиры Когда они превращаются Они Не нападают на кого подряд Вначале Нет Они возвращаются домой Они убивают своих близких Вот это конечно Жестокая Мне кажется Жестокий аспект Этой природы Но Честно Сериал В начале Первые какие-то серии Он не то что Прямо сразу Вы посмотрели Вас там умосы Нет Он вас потихонечку Потихонечку затягивает Вот Он спокойный Но интересный Третий сериал Который мы хотела бы рассказать Это Константин Сейчас сразу Было очень много споров По поводу сериала Константина Фильма Константин Да Мне конечно Киана Рьюз Очень нравится Мне понравился фильм Константин Этот же сериал Это английский сериал Главный герой Константин Боже Его акцент Я млею Просто Я млею От его произношения Могу сказать Он отличается От того Константина Который фильм Поэтому Если вы Я не знаю Просто заедлый Любитель Киана Рьюза Можете не смотреть Потому что Вы будете все время Осуждать этот сериал Ну скажу так Первую серию Когда я смотрела Я так пару раз Дрогнула Потом На протяжении всего сериала Я не так больше боялась Как меня затягивало Мне нравится Эта мистическая Тематика Того что есть То что мы не можем Объяснить Константин Со своей Пустой душой Который пытается Скажем так Грубо говоря Выкупить Чтоб не попасть в ад Его чувства вины Перед девочкой Чью душу Скажем так Он упустил Чью душу Он не смог спасти Это по-моему 12-летняя девочка Которая по его вине Попала просто В счастилище Очень много таких моментов Жестоких По отношению К чему Что вы такого сделаете На что вы пойдете Как вы будете Расплачиваться Со своей виной В момент Проступка Какого-то Определенно Серьезного Очень интересный сюжет Мне еще понравилась Взятка Героиня Главная Очень много Мистики с ней связано Много не показали Я уже 18-го числа Что посмотреть Новую серию Сезон пока Естественно Не закончен Вот Выходит там По одной серии Раз в неделю Очень только По-моему Константин Интересный Прикольная музыка Есть чувство юмора Есть Ну блин Я не знаю Это конечно вам Не винчестер Но я думаю Вам понравится Этот сериал За счет своей Какой-то вот Особой изюминки Именно Вот этой вот Жертвенности Не знаю Да Я бы назвала это Жертвенность Да Потому что Мне кажется Не каждый человек Позволит Запустить себе Дьявола И сдохнуть от этого Итак Четвертый сериал Это сериал Джейн Верчин У меня тут Опера Собаки Джейн Дестаница Сериалы На самом деле Знаете Это стандарт Я вначале Когда смотрела Я почему-то вспомнила Старые Итальянские Испанские Вот эти сериалы Там Аргентина Которые Кучи серий Наверное Сезонов там Двадцать И там По сто С лишним Серий Думаю Боже мой Когда это Кормили То с кем-нибудь Сойдется Или разойдется Нет Там просто Есть Нотка Юмора Над старыми Сериалами Некая Такая Шутка Есть Музыкальные Аспекты Есть Фантазии Героини Просто Сюжет Сам Сходится К тому Что Девушка Джейн Которая Хоронила Себя Наверное Сколько лет Двадцать С лишним Для своего Одного Единственного И в один Прекрасный Момент Просто По ошибке Врач Вместо Обычного Анализа Скажем так Вела Ей Сперму Мужчины Которого Она В принципе Знает Все Было бы Ничего Но Джейн Девственница Которая Забеременела Которая Просто Не ожидала Твоего Ребенка Она Связывается С родителями Ну С Скажем так С донором Данного Семени И его Женой И собирается В дальнейшем Выносить Ребенка Как суррогатная Мать И отдать Этого Ребенка Им Но Все Было бы Не так Просто Сезон Закончился По-моему Первый Сериал Интересный Смешной Думаю Вам понравится На этом Пожалуй Из новых Сериалов Все Также Могу порекомендовать Сериал Волчонок Я никогда не хотела Смотреть Но тут Я подсела И да Я наконец Досмотрела Сплетницу Спустя много лет Все Всех Люблю Всех Целую Спасибо Большое За внимание Оставайтесь со мной Скоро Будет новый Виде Всем пока